всем привет с вами картон спейс сегодня мы играем для вас в игру клэнг с дополнением экспедиции золото и шелк меня зовут саша я играю красным цветом сегодня привет меня зовут юра я играю желтым ну и сегодняшнюю партию мы сыграем для вас на стороне экспедиции золото и отправимся в заброшенную пещеру гномов на поиски золота у нас появляются шахты золото и три жетона бонуса для золотоискателей если мы находимся в комнате золотой жилой то мы можем потратить два очка покупки чтобы разместить свой кубик на этой жиле и при этом получить из общего запаса столько монет сколько указано на данной жиле ну например я получила бы одну монету есть два условия во первых мы можем размещать свой кубик только на той жиле где еще нет кубиков других игроков то есть в одной жиле может быть только один кубик и после того как мы выполнили это действие мы не можем за ботинки перемещаться в ходу но если на друг доступен телепорт то мы можем соседнюю комнату переместиться но никак иначе конце игры игроки разместившие хотя бы один кубик в золотой жиле претендуют на получение жетона золотоискателя за первое место 20 победных очков за второе 10 за третье 5 но если вы играете в четвером то четвертый игрок ничего не получит если вдруг так получится что несколько игроков имеют равное количество кубиков в золотых жилах то первым из них становится тот у кого кубик ниже расположен на поле то есть самые дорогие жилы как вы понимаете находятся внизу и они именно считаются при равенстве самыми как бы крутыми кроме этого на поле есть два элеватора вот юра покажу со своей стороны да это такие два больших спуска как как благодаря которым можно сразу попасть в глубины пещеры заплатить при этом одну монету да вот стоимость указана здесь использование при переходе мы платим одну монетку и переходим из комнаты в комнату направление не имеет значения да ну кроме того что я сказала у нас здесь появляются в этом дополнение новые фигурки персонажей но это не принципиальный момент ну вот мы сегодня ими играем вот но а второй стороне поля я расскажу когда мы будем играть на получи стороне карта новое дополнение не привносит новых да мы играем с колодой из базы базовой игры да все верно саша верни монету и мы начнем тогда я первый игрок я разместил туда три кубика саша разместила 2 но у нас вышел персонаж монстр у которого есть эффект прибытия да ну появление так сказать здесь он нас заставил еще разместить по одному кубику кланка ну и что я начинаю давай погнали один шаг стандартно и четыре точнее пять покупочки я возьму пожалуй вот этого свой гера который так его хотел который говорит что как только я произвожу ну клэнки в этом ходу я за каждый получаю плюс одну к покупке это два и еще три за три я куплю ну смысле возьму explore пожалуйста перемещение давай карту я закончил так два шага если у вас есть другой компаньон игровой зоне возьмите карту хорошая карта так у меня будет клэнг два шага и три покупки 1 2 и 3 покупки ну я возьму вот этого за скалута за три еще и одно победное очко окей каждый игрок добавляет клэнк я хожу у меня плюс два клэнка у меня шаг все пока стандартно и купить два а почему ты не взяла слайд оф хэнк не знаю я че-то я посмотрела я возьму солдата ой мне надо убрать да дай мне солдата пожалуйста пожалуйста все я закончил так у меня клэнк прощу тебе твою невнимательность и слайд офига господи взял бы что такого-то мне 4 покупки и это конечно может быть эльфийская накидка это сбросить карту чтобы взять две карты давай уже не думать я второй раз тебе не оставлю да конечно я тебе не дам взять накидку еще это карта тоже хорошая она тут надо еще условия что он говорит не дашь накидку и слайду в хэнк взять а сколько у 4 4 накидку взять накидка накидка минус 2 клэнк они разводили слайд оф хэнк я оставлю себе серебряное копье тоже классно при покупке плюс один мечик и дает всегда 3 меча 3 меча 3 меча не поя играй я пожалуй себе возьму эту неплохую вещь так смотри что я делаю я делаю следующим образом я делаю вот так разыгрываю две карты за три сразу же покупаю мечик получаю один меч беру эту пику так у меня два сапога и один меч я делаю движение раз-два я прихожу сюда у беру яйцо и дракон разбушевался да и я использую еще сапог и один меч чтобы перейти сюда и это будет две монеты красно так кланков я в этом ходу не нашумел так сказать и поэтому я дополнительно ничего не получаю у меня еще есть две покупочки мне как раз пригодится подожди пожалуйста пригодится мне слайд оф хэнд или мерс мерсенарий зачем тебе мерсенарий ты копье купил тут мне нужно проходить здесь ты говорила мне это будет слайд оф хэнд ловкость конечно я тоже хочу ловкость да но я обещал что я тебе его не оставлю я тебя не уговаривала так ты бы взял мерсенария так наручи возьмите две карточки и король горный король да 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 есть корона то плюс меч и плюс ботинок прекрасный чувак ты чувствуешь что я уже поперся в шахту сразу так чувствую что да у меня так вообще все плохо я не знаю куда идти на две покупки две покупки то есть там я вообще ничего не могу я могу только мерсенария взять но его тоже стоит явно его тоже стоит явно взять и три шага господи куда я пойду но есть здесь вообще вот сюда сразу прийти ну да ну можно и сюда вот раз-два это пойти через темпу и два кстати здесь храм очень хитрый сюда только можно войти нельзя несколько раз ходить то есть есть же по моему храмы где мы можем выйти да и уже получить еще раз зайти еще раз получить и она будет пожалуйста можно зайти ну давай да так вот у меня то видишь три шага жалко их как бы тут вот я лопу тратить то пропустил не глядя раз-два я ладно не буду тоже тебя подлить так сказать возьму вот этот но что там яйцо сегодня будет жарко мерсенария я взяла шаг у меня сгорел потому что я прекрасного я пошумел так себе по моему сейчас начнется я пошумел и походил я буду ходить вот сюда кашу но так как у меня нет меча я получаю рану я ранку получил у меня три покупки я покупаю вот этого лекаря и вылечиваюсь на одну рану при покупке что-то не так все бах открывай о это мастер взломов да он в общем скидывает карточку бергла из разыгранной зоны или я добавляю клэнк я взяла накидку я убираю 2 клэнка беру карту это нечестно и у меня 5 покупки наручи наручи ну и чего и буду дровать бесконечно да а чё вон ты того торговца да да ну да тут надо а ну яйцо у меня уже есть и манки айду кстати там можно иметь чашу по моему да да четыре очка будет четыре если имеется два из чаша и долл и и лицо так это карта хорошая наручи прекрасно за 5 дро ту карту а чё те три карты я шаплю чтобы сюда брать так вот я думаю мне взять наручи или взять вот этого господина две монеты дает это тоже круто да он юслис что это значит бесполезный надо брать раз ты так говоришь так и есть ну вот какой вариант что я на наручи в следующий раз накоплю никакой бог с ним ладно зачем ты его взяла ну две монеты мне монеты дает и он компаньон мне там подходит ну да все закончили о еще одно копье прекрасно так ну что да я могу ходить тогда бодро сегодня зашел отлично клэнк плюс один клэнк у меня вышел свагер у меня плюс 1 к покупке 1 манка как это называется я не знаю как люди это называют мы по-разному зовем покупка так и у меня шаг есть и два мечика я перехожу сюда безболезненно забираю секрет пол и тяну три карты 1 2 все мои наручи уедут я уже разыграны житоны спасибо так я не разыгрываю ловкость труб сбрасываю карту и это будет клэнк ха-ха тяну две карты так я разыграл ботинок и разыграл два меча так это мне не понадобится у меня есть 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 и 3 меч когда а ну что тремя мечами я наверное убью вот этого чувачка мне этот как раз нужно сколько он там чудо и он дает три монетки и все остальные игроки добавляют по клэнку так я получаю три монеты как раз мне пригодится для элеватора и у меня есть 6 чтобы купить воспользоваться ли мне горным королем или нет так то круто из данной для начала нужно корону купить давай я куплю его почему бы и нет король плохим не будет все 6 и все потратил давай шаг у меня шага не было чувствую конечно чего-то не решила боль пришел прекрасно плюс кубас я не успела убрать свои кванки так ну это вот твой любимый повстанец солдат который есть компаньон разыгранной области тут тянешь карточку а коболь так себе конечно но кей это было к черных кубика 5 черных это было до 3 черных и еще два черных так чем мой ход клэнк минус 2 клэнка взять карту да и у тебя еще минус клэнк на будущее у меня нормально и две монеты получаю за своего госпожди госпожди на госпожди так и у меня четыре покупки видишь на наручи не хватает теперь и два шага но я буду делать один шаг вон сюда туда так и выбираю чуть мангра да и положу туда да получай монетку монетку взяла так у меня две монеты как бы потрачено ходить я больше не могу в этот ход именно так и 2 есть на покупку че тут за 2 есть а как раз мой господин давай его сюда одно победное очко и такой себе ног до хорошие классные что все ну что погнали о кирка пик x за 4 у просто две монеты это то что нужно в этой игре так у меня есть шаг и давай я наверно воспользуюсь элеватором от добрых гномов за одну монетку перейду вниз так я могу прийти вот туда в ту сторону и загробастать за 20 до перейдя здесь а вот это ну да кстати это проще чем вот там с ума сходить ну почему так мне не хватает для покупки короны например да который мне требует горный король давай у меня есть еще шаг и у меня есть еще вот такая вот странная ситуация опять по-прежнему что там я за карта ну я пока я не буду никому показывать я куплю вот тот еще одну да не треснет у тебя там нигде от пики то за три причем не вот так хватит я получил один мечик я трачу мечик и сапог но я потратил вот эти два и один и перехожу сюда зашлились никто этого не видел все видели я самое главное я видел о я достал чашу как раз которая мне бы пригодилась больше чем тебе давай я ходить наверное никуда не буду у меня есть еще два две покупки я потрачу их на то чтобы покопаться в золотоносные жили получу монетку все я закончил сашуля секунду бах стис олд волк ну чего атакует наш дракон а когда мы его используем до много более то убить я не было ничего страшного я переживу плюс 3 клэнк и плюс сколько ты считаешь 5 на тебе тогда на орехи спасибо они пока клэнк шаг два меча ну вот я пойду за большим секретом вот туда же два меча и карте беру это фартанула раз два три если есть другой компаньон возьмите карту компаньон есть просто повезло окей такая ну что толку то я двигаться сейчас не могу что я возьму монеток дела клэнк потрясающих управляю так мне нужно 1 2 3 9 лечиться 5 отлично теперь я беру давай кон 30 мин арон он раньше и все да так я серую Șтюрру раз 1 3 4 5 так какой у меня план мне нужно набирать много всего отлично о сразу играть я согласен у меня только представляешь что за тобой дракона бежишь сашуль погоди ологи клоуин вот и монетка плюс плюс клэнк и взять карточку локиской твой вариант любимый так себе подождем monkey это бота этого 3000 согласно он поинтереснее он поинтересней так почему-то у меня нет сапог никаких мне похоже придется брать explore ты уже да набрала себе передвижение там очень много не знаю не одни дров что-то дрова и одни клэнки как бы такое себе дочка собралась отлично это будет король всего лишь шаг и перемещение шаг и перемещение меч и перемещение я наверное сюда пройду я сделаю именно так и у меня есть четыре мечика я дважды гоблину нарисую вот и возьму две монетки да так и у меня 6 чтобы купить ну например давай я возьму explore бог с ним 1 и я куплю волк это плюс 3 клэнка и плюс 5 монет так и мы им воспользовались это устройство поэтому она сразу уходит я добавляю 3 клэнка пожалуйста все я закончил подкрой сушу карту открываю так это у нас собиратель камней до плюс 2 минус 2 клэнка а и камни стоят на 2 дешевле жаль я тебе его открыла не себе да я не возьму его не слава богу 2 клэнка так накидку накинула и беру карту беру карту отлично выкладываем этого компаньон чиками получаем две монетки и господин дорогой мне гном говорит что если есть другой компаньон я беру карту еще замешиваем колоду ну ладно ты говоришь гном вообще видишь классный какой я вот сейчас эту карту поднимутный гном неплохо он выступает давай давай сейчас я у меня тут уже план назрел такой даю даю всего карточку если у вас есть компаньон возьмите карту клэнк а зачем ты сразу разыгрываешь вдруг что-то там есть у тебя то что дает сбрасывать клэнки ну ладно нет у меня к сынула но у меня есть у меня есть дача слайду в хэнд у меня нет ничего такого так у меня очень дофига шагов ну как всего 4 вижу ну да да ну мне вот видишь шаги то эти как вот на рыночную площадь выходи да это то я вижу ты понимаешь мне либо придется выбирать если бы тебе карты отдавать смотри ты сюда приходишь и берешь манки и дала тебе как раз нужен для твоего чувачка который 4 по принесет либо заблочить тебе жилу понимаешь вот эту она мне нужна ну конечно можешь вернуться потом сюда да конечно так не разводишь нет нет это честно нет давай я не верю я не верю давай давай ведь верю я вот не знаю у меня маловато мечей конечно они все у меня вот и как с вами щеков тогда мне придется тебе жилу оставь смотри она всегда две монеты дает и два меча я ни на что не настаиваю я знаю а я ее и хотела просто здесь мне приходится выбирать либо брать эту карту потому что у меня четыре покупки по-прежнему либо там ставить кубик ладно я трачу меч и шаг чтобы зайти зачем мне тогда на рынок идти не знаю тебя денег даже не что потратить их давай я пойду на этого круга кругом как ты говоришь два меча трачу делаю шаг делаю еще один шаг и еще один шаг сюда да и беру можно вот одна монетка и шаг потеряешь и шаг потеряю и эту не возьму давай все бери 5 очков это все таки будет 9 очков ну знаешь тут как бы 20 попахивает не стоит как бы это игнорировать у меня еще один шаг есть есть ты пришла 1 2 3 и ты можешь выйти сюда или даже сюда можешь зарану прийти на рынок и даже разместить здесь что-то таким образом если я там останусь то я смогу ведь в следующий ход разместить рану получать вообще никак не охота с чем-то играть играть давай бог с ним давай рану на купилась там потому что ты заболел что сердечко и шаг окей будешь здесь тратить всего 4 чего потратить можно всегда в другой раз а эту можно купить сейчас стекерку беру не знаю давай все закончила бах все поиск то есть на одно золото больше получаешь как только получаешь так ну что погнали slate of hand сбрасываю карту клэнг тяну 2 1 2 ничего хорошего блин ну что с шуль ладно сапог перехожу сюда сапог перехожу ты ничего не будешь сапог перехожу сюда на рынок а на рынке трачу 7 монеточек и получаем корону для горного короля иначе я какой король без короны так и у меня еще вот 5 чтобы купить для того чтобы купить за 5 я наверное бы вот этого каменщика вы взял а то вдруг начнется давай его пожалуй возьму все я закончил бах так еще один компаньончик для монеты если у вас есть другой компаньон возьмите карту так наручи вышли беру две карты 1 2 и вот такой комбинезон так если что у меня есть два шага но у меня тут проблема это в другом у меня нет денег что неплохо с одной стороны давай я буду тратить свой шаг я выйду с рынка куда сюда да окей снова зайду за вот этот шаг давай странный ход он полечусь и потрачу две покупки чтобы разместить кубик окей ну ты кстати в этом в этот ход можешь купить на рынке все что хочешь ты сейчас получаешь одну монетку из банка да кстати и убиваешь гоблина и получу тебя 7 блин и у меня 7 ты прав не можешь что-то купить а что я хотела купить не знаю данный я наверно бакуэк ну давай куплю чемодан конечно корона всегда заманчивее всех этих доброт ну у них тоже свое преимущество ну и купок паю карту а сколько у тебя осталось 3 давай ладно минера давай бах поехали ракон атакует и только мой коллекционер камни где-то еще далеко далеко в глубинах ага сколько 4 5 1 2 3 4 5 слава богу саша полечилась вовремя так давай там не не изучай сколько чего и как интересно интересно так я играю клэнк бах у меня есть свагер который мне дает одну покупку за один клэнк произведенный так у меня есть два шага я наверно могу что-то здесь купить еще кстати отмычку или чемодан не купить так сашу считаешь 5 6 7 ладно и такая у меня карточка то есть у меня есть раз два три два шага Так, давай, я два раза гоблину нарисую за два и два. А может мне... О, я и этого убью, потому что он слишком дерзкий. Два раза я гоблину втаскиваю, получаю две монетки. Втащу этому гоблину, кобольду, получу одну к покупке. То есть, у меня один, два, три, четыре. И чуть-чуть мне не хватает на... Нет, уж этот точно никаких не может быть, чтобы ты взял. Он как раз только в глубине его можно взять. Ничего подобного, нет, нет, нет. Блин, отмычка мне нужна, она не такая крутая, если честно. Ты уже чемодан взяла, я тоже куплю чемодан. Я на рынке покупаю чемодан. Не осталось чемоданов. Не осталось чемоданов? Да, кончились. На. Ну, просто мне тут некуда. Возьму чемодан. Могу носить два артефакта. У меня два перехода. Ну и всё просто, я приду вот сюда. Приду сюда. Ещё одна чаша, Саша. Зачем ты их так раскладываешь? Я их все собираю. Покупать я, наверное... Что? У меня есть раз, два, Три за кабольда и четыре. Три за кабольда и четыре. Давай я за два размещу... Ну, размещу сюда. Возьму одну монетку. Всё, я всё потратил. Ну, в смысле, у меня ещё осталось два, но я, наверное, ничего покупать за два не буду. Или лаки коэн взять? Нет, всё, ничего не буду покупать. Что тут открывается у нас? Поющий меч прекрасный, атакует дракон. На четыре, да, теперь? Да. Э, Сашуль, прежде чем атаковать, возьми кубики. Тебе повезло, да? Уже как бы не вовремя это было. Ну, я своё отхвачу. Чего четыре? Да. Прекрасно. Ну, как бы... А было два белых, мои? Твоих было, да. Всё, Сашкали. Пленк, две монеты, два шага и две покупки. Чё такого? Всё тут отлично. Да не хочу я отхватывать раны, это вообще мне не нравится всегда тут. Эх, столько шагов потрачу. Ёжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж возьму. Прикол. Две покупки. Монета ждет меня. Мерсенарий. Отлично. Мечи как раз тебе нужны. Согласен. Это и дело. А мой ход? А мой ход будет каким? Бергл? У меня есть горный король. И так как у меня есть корона, он мне добавляет еще один мечик и еще один сапог. То есть два меча и два сапога. Бесполезный свагер. И вот такие вот, ребята. То есть у меня есть четыре башмачка и три меча. Я за один меч и за сапог сделаю вот сюда переход. За второй сапог и за второй меч. Сюда переход. О, пять. пять сейчас же. И у меня еще есть сапог и меч. Давай я обратно вернусь за них. Потому что что-то мне здесь уже ничего не остановит. Не держит. В смысле так. И у меня есть много покупки. Один, три, шесть, одиннадцать. Так, у меня одиннадцать. Я возьму его, потому что я на глубине нахожусь скинь-жетон сразу. И могу плюс два клэнка. О, боги. Какой жетон? А, за пять, да. И у меня осталось два, четыре, шесть. Я возьму мастера Бергла. Еще что-нибудь возьму. Нет, мне и так больно. Брать я ничего не буду. Спасибо. И так тут хорошо плетает мне. Ну, вроде бы, да. А, у меня сколько осталось? Три. Три, да. А, вот я за три вот так хотел сделать. Две монетки. Открой карту. А, пять. Три, да. Карту. Карту. Бах. Че, плюс клэнк? Плюс клэнк? Птица в соседнюю комнату. Прикол. Да, у меня минус два клэнка. Минус один клэнк. Беру карту. Ну, и тут как бы либо это, либо то. Короче, беру еще карту за одного из них. Две монеты. Угу. Так. Два шага. Раз шаг с болью сюда. Обратно? Угу. Ага. Ну, видимо. Кстати, переходить через них нельзя. Если что, если мы такого не сказали вдруг. Да, не сказали, но да, нельзя. Ну, что делаю? Шаг вот сюда. Ж. И у меня два меча трачу на гоблина. Угу. Монета. Так. И еще один меч остался. Ну, видимо, никуда. Четыре покупки. Я буду брать телепорт. Окей. Четыре. Все, да? Угу. Сашуля. Бриллиантс. Ну, это к тебе. У меня тут не счастлив. У меня, к сожалению, нет. Так. Ну, давай. У меня все просто. Я даже передвигаться пока не могу. У меня минус два клэнка. И камни стоят для меня в этом ходу на два меньше. Но камни уже нет. Камни закончились в том ходу. Камни закончились на мне. Так. У меня есть множество мечей и немножечко чтобы купить. Ну, да. Я дважды нарисую гоблину и возьму две монеты. У меня один мечик остался и у меня пять чтобы купить. Блин, ну, да. Окей, давай я эксплор лучше возьму, потому что он хотя бы гарантированно шаг дает. Две покупки у него. Да, все, я закончил. Прекрасно. Наручи дроу ту кац. Раз кац. Два замешиваю. Так. Ну, ладно. Хотя бы эти в паре приходят. что уже неплохо. Ты там получше труси колоду. Хорошо. Ну. Так. Компаньон. Ну, через сердечко уже пойдешь. Прекрасно. Тинц. Три сдачи. Угу. Две монеты. Семь. Рыночные уже могут быть покупки. Так. Если есть другой компаньон возьмите карту. Есть другой компаньон. Если есть другой компаньон возьмите карту есть другой компаньон. Так. Кленк. Жульничество какое-то началось. Да, ну брось что ты. Вот. И, короче, вот такая вот ерунда. Четыре шага. Впереди ледяная пещера. А подсказываю можно вот так ходить. Тихо, тихо, тихо. И на рынке оказаться вновь. А, кстати, манки-бота-то я могу еще взять? Конечно, можно хоть сколько брать их. Если четыре, ты даже можешь сюда вернуться. И еще купить. Будет раз. Хочешь же закончиться твое перемещение за раз. А, если я вот эту положу, то никак. Конечно. Ну, давай. Раз, два. За вот этим иду. Окей. Пять очковиков. Два. Иду на рынок. За семь покупаю корону. Угу. Ну, и что, возвращаешься? и возвращаюсь. Возвращаюсь. Да. Вот так. И у меня есть еще два мяча и шаг. Ха. Я иду сюда, лечусь. Что за вообще? И гоблину прописываю, поэтому беру монетку. Вот. У меня три покупки. Всего-то лишь. Да. Так у меня такая ерунда. Я буду вот к спору брать. Конечно. Все, погнали. Да? Закончила? Да. Я играю Слейт оф Хэндс, сбрасываю клэнг, беру на руку карточку и беру вторую, потому что должен две взять. Ну, ладно. Чоп плюс клэнг, как обычно. И у меня два шага. Так. Вот так два шага и такой вот, такая вот пика. Ну, ладно. И вот так. Я трачу шаг и пику, перехожу сюда. Я трачу шаг и пику и перехожу сюда. Беру, наконец-то, артефакт, двигаться дракончик. И у меня еще есть пика и три покупки. Пара-пара-па. Три покупки это, конечно... Нет, я пока ничего покупать не буду. Хотя, знаешь, пора купить счастливую монетку за одну. Открывай. Бах. Археолог, возьмите карточку, если у вас есть манки идол, плюс две маны к покупке. Ну, неплохо, неплохо подходит. Так, плюс один клэнг. Переместитесь в соседнюю комнату. Переместилась в соседнюю комнату. Ты уверена, что ты так хочешь? А как? Например, ты можешь прийти сюда за шаги, разместить сюда, добыть золото в руде и после того двигаться не можешь, телепортироваться вот так. Ты прав. Просто подсказываю. Да, подсказываешь. Да. Если у тебя есть шаги, конечно. Ну, давай, тогда будем действовать следующим образом. Просто подсказываю. Минус два клэнга, минус два. Я вот делаю минус один, минус один еще как бы будет у меня. Беру карту. Именно так. Это меня не спасает. Поэтому клэнг я не кладу, так как у меня еще минус клэнг. Я делаю все-таки вот так. Опа. Два сердца лечу сразу. Прекрасно. Так, ну и вот, собственно, говоря, пять покупки и два меча. Ну, что, беру монетку за гоблина и пять покупки. Просто растет и остановилась. и хотела, я смотрю, что там. А-а-а. Ну, ничего такого особенного. Ну, археолог. Вот этот неплохо. Вот этот хороший, да. Поэтому я положу. Поскольку и шагов нет, да, и три монеты. У тебя осталось три, чтобы купить. И у меня три, да. Три я вот этого буду брать. Археолога. Да, он классный. Отлично. Анки этот у меня есть. Все отлично. Вроде я доживю. Только что вроде было здесь. Ты что, ее обратно подкинул? Так, у меня проблемы. Как мне не хватает. Почему? Мне отлично все хватает. Я двигаюсь раз. Я двигаюсь два. Плюс полечусь. Я трачу сразу секрет. я пришел и буду платить две, чтобы разместиться одну монетку. Получить одну монетку. Так, это я все потратил и три покупки у меня. Но я делать ничего не буду. Все, я закончил. Мой ход. Да. Кленк. Две монеты. Так. Еще две монеты. компаньонов у меня нет. Слава Богу. Шаг. Ну, я беру двадцать пятку иду. Потому что могу. У меня есть рюкзачок. Угу. А всего один шаг у тебя? Две покупки. Ни в чем себе не отказывай. Угу. Я ничего не беру. Окей, клэнг. Кленк. Так, у меня этот чувак дает мне одну покупку, потому что я пошумел. И у меня еще вот такие три шага. Я делаю первый шаг сюда и два сюда. Забираю артефакт. потому что могу. У меня тоже есть чемодан. Вот такой. У меня раз, два, три, четыре, пять, чтобы купить. Давай я возьму теперь посох. Пожалуйста. Вот этот вот. Он замечательный. Да, потому что он мне, по-моему, сейчас понадобится. У меня проблемы с перемещением. Да. О, отлично. Оконечен. Все, Сашуль, твой ход. Да. Так. Да, наконец-то. Две монеты. Беру две монеты. Там камни будут появляться, которые мне нужны? Если есть другой компаний Android карт. Жаль, что не тот порядок. Еще две монеты беру. Так, три сдачи сдаю. Там тебе уже в пору десятки брать, если честно. да. Так, два шага. Давай два шага трачу на вот это. Сюда? Да. Еще есть два мяча потрачу на гоблины и три покупки. хорошая карта, однако. Да, под конец самое О, лестница устройства, которое дает нам два шишка. Это то, что мне нужно сейчас. Не благодари. Я играю slate of hand, я сбрасываю карточку, как ни странно, это будет mercenary и тяну две карточки. Так, у меня есть мастер взломщик, да, он когда выходит, я сбрасываю либо из как из игровой области или из сброса, да, сброса, карточку под названием burgl, я это делаю, она у меня уходит из игры совсем. Так, у меня есть плюс клэнг, это третий, у меня есть гемколлектор, который мне говорит минус два клэнга и стоимость на камни уменьшается на два. Так, ну и собственно у меня есть горный король и пика серебряная копьёк. Мне не хватает только денег, а в принципе теперь мне их хватает, да, я должен заскочить на рынок, чтобы купить допустим отмычку. Отмычка мне даёт пути к просто к ломовейшему проходу. так и сделаю, так наваливаю гоблину один раз пока что получаю монетку. Монетку получил. Делаю два шага, которые мне даёт король. Я вот сюда прихожу и покупаю за 7 монет. Да, что-то я зависаю. Я покупаю за 7 монет отмычку. Спасибо, Саш. Так, и у меня ещё есть три мяча. Давай, знаешь, как мы прямо сделаем вообще элементарно. Я потрачу раз, два, три, чтобы использовать лестницу. Два шага получаешь. Да, я получаю два шага. Я это делаю раз, ещё два мяча и два яйцо. Всё, что нужно, собрал. Так, таким образом у меня ещё один плюс один. Я размещаю сюда свой камешек и получаю две монетки. И у меня осталось три мяча, я получаю монетку ещё загоблина. Всё, я закончил. Монетка загоблина. Всё, я закончу. Открой, пожалуйста, карточку. О, лорд дюк равняется. Одно победное очко за каждые пять монет, которые у вас есть. два клэнка, шаг и два мяча, то, что нужно. Сделай. Так, четыре покупки. Не знаю уже, сейчас есть ли смысл какой-то в чём-то. Я ничего не буду покупать. Ну, у меня на победные очки не хватает, только эту лаки коин покупать, но, знаешь ли, так себе удовольствие. Поэтому я ничего не покупаю. Согласен, мой ход. Я разыгрываю лаки коин, плюс клэнг и тяну карточку. Да что же это такое? У меня есть шаг. Я прихожу, лечусь. У меня есть... Почему, кстати, у нас так мало сегодня врагов, да, выходит, заметь. Как я намешала колоду. Да, я дважды гоблина навальваю и получаю две монетки. И у меня ещё есть покупка. Два, четыре, шесть, семь. Это пора валить. Всё, я закончил. Беру две карты. Раз, два. Так, и у меня есть... Подсказываю, если у тебя есть два шага, сюда нужно сходить и вернуться, чтобы с отмычкой пройти вот здесь. потому что здесь очень тяжело идти. Здесь нужно раз, два, три, четыре, ну, либо четыре раны. Зато соберёшь два маленьких. Предлагаешь, да, уже не париться насчёт золота? Я тебя умоляю. Чего? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Да, я тоже думаю, что я слишком много потрачу времени на это, чтобы тут играться. Я уже выйду в этот момент и буду тянуть кубики. Давай, давай, будем действовать следующим образом. Но запомни, что у меня есть камень, который даёт мне за жетон мастерства десяточку. Ну, проиграю и проиграю. Ты уже том купил, там уже мне бесполезно. Я уже играю ради того, чтобы закончить, а не чтобы выиграть. Ну, мне уже что делать-то, если у меня как бы не хватило мастерства собрать, дечку, с которой я могу собирать какие-то карты крутые. Хорошо, совершенно. В этот раз вообще никак. Договорились. Захожу на рынок, делай. Ага, заходишь на рынок, точно. Трачу семь монет, покупаю ключик. Куплю ещё корону, потому что могу. Угу. Иду раз, плачу монет, то надо было вот так сделать-то. Вот это и заплатить на рынке-то, а не вот это, а то приехало бы сейчас. Нет, можно просто вроде как сдачу нельзя получить. крутое дело. Трачу монету на элеватор, на верхний. Раз, два и три, да? Раз, два и три. Да, два меча, получаю монету от гоблина, четыре покупки. Давай возьму вон ту карту. Эту? пожалуйста. Больше ничего не хватает. Вот эту только если брать. Все, да, хожу я. Амулет лечит одну ранку. Сегодня, кстати, что-то ран мало. Так, камень, тяну карту. Кленк, у меня есть шаг, еще шаг, и вот так вот. Ну, ладно, давай я делаю шаг сюда. Получаю две покупки. И я делаю второй шаг. И два меча потрачу, чтобы перейти сюда. Ну, я, наверное, буду еще два меча потрачу, гоблину нарисовать за одну монетку. И у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опять ровно семь. Хорошо, я беру секретный том за семь. Дай сушу, пожалуйста. все, закончил. Две монеты. Возьмите карту, если есть жетон обезьяны. и плюс две, точнее, возьмите карту, да, есть monkey idol, то две покупки. Замечательно. Минус два кланка, возьмите карту. Плюс один. Шаг. Неплохо. Уже попахивает дюком. один и телепорт. Ху-ху. У меня есть двумечка. Два мечка. Два мечка. Два и два. Две монеты очередные. Ага. Дайте что-нибудь тут разменяю уже, пожалуй. и у меня раз, два, три, четыре, пять покупки. За пять покупки. Ну, вот, очевидно, вот этот господин, да? Ну, не знаю. А они одинаково стоят. Этот два принесет тебе очков. Тут у меня уже почти три. Ну, тогда да. Если почти три, тогда подходит. И у меня еще есть карты, которые мне дают там две монеты и две монеты. Все нормально. Карту открой. бах. Свеггер. Так, ну что, у меня слайд оф хэнд, я сбрасываю карточку, тяну две карты. О, боже, тихо, тихо, тихо. Какой кошмар. Так, ну, у меня есть секретный том, у меня есть мастер Бергл. Я сбрасываю Бергл один из дискарда сброса. И у меня есть Свеггер, он мне ничего не дал. И так, у меня три шага, да? Я делаю первый шаг сюда. Второй шаг я делаю сюда, сраной. Сраной. И третий, я беру секрет маленький, монетки. И третий шаг я делаю за большим секретом. Ты издеваешься, честно, это вообще какой-то фейл. Все, я больше не хочу ничего. Я молчу по поводу того, что ты получишь 20 очков за золото, 20 очков за победный этот, и еще плюс 10, как будто 50 только тут, и там я уже вообще молчу. Да, мне стыдно, Саша, выходи. Две монеты. Кстати, мне кажется, что одна из чаш из какого-то дополнения у нас здесь замешана, ее, по-моему, в базе всего две. мне кажется, что не знаю. Окей. Два шага. Раз, два. А что, не будешь оставлять? Смысл-то какой. Ну, так-то согласен. Раз, два, три, четыре, пять. Три покупки. Давай, хоть возьмем монетку. Ой, ну, у меня не на что купить его пока что, если честно. Не переживай, у меня-то ни пока что, ни кака что, если никак не получится его купить. Так, ну, ладно, Сашуль, что тут у меня есть? Артефакт, и я телепортируюсь в соседнюю комнату. Я делаю... Ой, подожди, а вдруг я куда-то хочу в другое место телепортирую? У меня есть четыре мяча и шесть покупки. Давай, четыре мяча, это, естественно, два гоблина перевернутых. И шесть покупки. Я ничего не буду покупать. У меня самого выгодного здесь нет, чтобы выйти отсюда. За пять можно взять два победных очка? нет. Согласна, что уж там на мелочи размениваться. Выкладываю мерсенария, потом выкладываю скаута. Беру карту, есть компаньон. Да. Да, не срослось, конечно. Две мяча. Каждый раз, когда получаете золото в этот ход, получайте на одну больше. Должна получить две, получаю три. Комбо пошла. Да, лучше бы, лучше бы, понимаешь, этот, седьмая мана хотя бы была. Хотя бы на это. Да. То вообще всё провально. Угу. Ну чего, четыре шага уж как бы очевидно, что я выйду, получу двадцатку. Два мяча могу, гоблин. Да, возьми пятёрку-то, там как раз тебе не хватает. Да, действительно. Видишь, та карта мне четыречка принесёт вместо двух. Да, да, я хотел тебя не на тот путь навести, согласен. Так, шесть покупки. Ни одного секретного тома ещё, я прошу заметить. За шесть покупки мне только вот эту карту. Ты можешь не выходить, если ты хочешь что? Остаться здесь, ты не обязана тратить всё. А что это мне ничего вообще не... Это у меня ещё сейчас как-то сошлось около шести, а там у меня вообще вряд ли... Всё, ты вышла? Да, всё. Прекрасно. Шрайн. Верните три кубика чёрных обратно в мешочек. Нормально, подходит. Плюс клэнк. Возьмите карту. Это издевательство, но... Минус два клэнка, Сашуля, камни стоят на два дешевле для меня. Да, покупай. Может, мне не считать тогда? Не, не, посчитаем, ты что, так нельзя делать. Так, если у вас есть корона плюс два и плюс два... Конечно, иначе ты не поймёшь степень своего превосходства сегодня, если вы не посчитаете. Я срачу сапог и два мечика. Перехожу сюда, и у меня ещё есть два сапога как раз. Раз и два. То есть, раз и два. Я забираю жетон мастерства. У меня есть два, четыре, шесть, восемь, девять, и камни стоят для меня дешевле на два. Я, конечно же, возьму камень. Это будет минус два за шесть. То есть, два, четыре, шесть. У меня ещё есть. Раз, два, три. А, ещё плюс два кланка я камень купил. Ну, тип, я вышел, наверное, я ничего не делаю. Ну, ладно. Я как бы вышел. Да, я, кстати, убираю. Нет, ты не убираешь. Я ушла, потому что... Нет, они тут остаются. по правилам их не забирают. Ты просто вышедшие. Всё, я закончу. Тоже. Три у тебя было? Ну, да, ничего такого нет. Ну, сейчас, считаем. Ну, что, мы по традиции прервёмся на подсчёт очков? Да, ну, до подсчёта очков мы запилим вот эти, как раз таки, маркеры. Тут всё понятно. Да, у меня раз, два, три, четыре, пять, а у Саши раз, два, три. Соответственно, я беру двадцатку, Саша берёт десятку. Ну, и так как сегодня Юра идёт на рекорд по очкам, судя по всему, начнём с меня. Давай. У меня сорок очков за артефакты двадцать пять и пятнадцать, шестьдесят это с жетоном мастерства, семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто, сто десять, сто двадцать, сто тридцать, здесь у меня сто сорок. Я получаю одно победное очко за эту карту, за каждые пять монет, это сто сорок четыре. Здесь я получаю четыре очка за два из этой. У меня есть яйцо. Вот оно. Где оно? Вот оно. Яйцо и жетон обезьяны. Это сто сорок восемь и ещё четыре очка. Это сто пятьдесят два. Хорошо. У меня десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят, сто, сто двадцать, сто тридцать, сто тридцать восемь, сто тридцать девять, сто сорок, сто сорок один. И 14. 155 и 8. 163 и 10. 173, да. 10 очков мне принёс этот камень за то, что у меня есть. Драконий глаз тебе принёс. Да, 173 и 152. Поздравляю. Это было. Главного варюгу. Главного. Да. Моё мнение. Да, Вася, что-нибудь скажи об этом дополнении. И камера сломалась. Да нет. Сказать нужно про дополнение, да. Явно, скажите, люди разделятся на два лагеря. Кто скажет, ну и что это всего лишь поле. Без карт совсем, да. И как бы особого, особой замены нет. Кому-то понравится, что предлагает это дополнение. Потому что здесь есть ещё вторая сторона, которую мы тоже вам с удовольствием покажем в скором времени. Вот. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, разработчики молодцы. Потому что всё равно они придумывают какие-то новые поля. Новые механики внедряют в поля. Да, да. Ну, во всё. То есть и как-то с картами пытаются придумывать что-то новенькое, да. Какие-то новые эффекты, если говорить о дополнении с мумией и водном дополнении. Вот. Если говорить об этом дополнении, здесь они придумали вот эти золотые жилы, да. Которые дают вам новый вариант использования вот этих очков покупки, да. То есть здесь ещё дополнительные бонусы, за которые немножко можно поменять стратегию. И всё-таки как бы пойти не, например, не за какими-то огромными сокровищами вниз, да. А пойти как раз вот за жетоном, как-то сбалансировать за счёт этого свою игру. Но сегодня у нас сбалансировать не очень получилось. Но я хочу сказать, что в целом у нас и у меня тоже большее количество очков получилось по итогу, чем обычно. Но я думаю, это объясняется как раз тем, что здесь мы получаем больше золота. Да. Его легче здесь заработать. Я считаю тоже это большой плюс, потому что, например, ну в базовой игре, в принципе, кризисность монет, она очень сильно ощущается. Потому что ты их получаешь, в общем-то, за счёт только карт, да, каких-то, которые тебе дают монеты. И за счёт того, что ты бьёшь каких-то монстров. Ну, гоблина, и которые, может быть, выходят. Ну, у нас, к сожалению, сегодня мало здесь выходило. Да, сегодня мало, да, было монстров. Вот, и поэтому тебе всё время не хватает денег, чтобы купить нужные тебе предметы. Вот, но здесь в этом плане полегче придумано. Ну, не знаю, мне нравится. Я, конечно, если говорить о том, что нужно выбрать какое-то одно, да, дополнение. Что если люди не хотят покупать все дополнения к Лэнку, а хотят купить, допустим, да, какое-то самое, там, выбрать. Которое им бы зашло бы, да. Да. И я бы, наверное, порекомендовала сейчас, поскольку я играла во все, то я бы порекомендовала Мумию. Поскольку там есть и новое поле, и новые эффекты в виде проклятий, да, всё-таки, если говорить об одном. И там добавляется 40 карт, всё-таки там и разнообразится колода карт. Это если говорить о том, что нужно выбрать только одно дополнение. Хотя я считаю, что все они прекрасны, и я лично с удовольствием во все играю. Всегда. Поэтому, если есть возможность, то моя рекомендация, что стоит приобрести и эти дополнения тоже. И новое вышедшее мы лично тоже будем покупать обязательно. Которое обещают. Ведет осенью. Юра. Спасибо, Сашуль. Я много говорить не буду, потому что всё, наверное, всё правильно Саша говорит. Наверное, мне в этой игре везло больше, чем Саша, поэтому я победил. Часто играю в эту игру просто ради удовольствия, считать здесь ничего не охота. Дополнение отличное, привносит интересный аспект в роли золотых жил здесь, которые ради зависти можно покопать, но при этом твое перемещение остановится на этот ход. Вот, поэтому смотрите и выбирайте сами. У нас на канале вы увидите все дополнения, поэтому следите за нашими видео и выбирайте со спокойной душой. Вот поэтому рекомендовать Саша всё сказала. Я рекомендую любое дополнение. Это моё мнение такое. Ну, спасибо, что посмотрели и послушали нас, или перемотали к этому моменту. Если у вас остались какие-то вопросы или какие-то комментарии созрели в ходе просмотра, то, пожалуйста, пишите их под видео или в группе ВКонтакте, где вам удобней. Ну, а мы для вас сыграли в игру Кленк с дополнением экспедиции Золото и Шёлк. Конкретно сегодня у нас была экспедиция за золотом. Мы вам желаем хороших игр. Пока! Пока! Продолжение следует...